Ну что ж, начинаем, 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 дорогие друзья. Ну вот, Андрею Довлатову сейчас было бы 75 лет. Интернет наполненный вот статами. Но эти цитаты смешные и грустные про всякое. Я думаю, что вы их читали, не читали, можно прочитать. Сергею только, я вас поправлю. Да, прошу прощения, Сергея Довлатова. Но одну цитату хочу напомнить. Мы без конца ругаем товарища Сталина. И, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов. И все события, которые мы будем рассматривать сегодня, они говорят об одном. Сваливать все на власть – это вчерашний день. Все, что происходит в стране, начиная и заканчивая, все происходит при участии граждан. Это становится сейчас понятно. При участии граждан, с их согласия, участие или без участия, молчание или одобрение. Поэтому страна сейчас полностью укладывается в еще одну простую цитату Сергея Довлатова. Не так связывают любовь, дружба и уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Вот так Россия и живет. А Довлатов был гений. Он, как Салтыков щедрин, про Россию все написал. Алексей Нарышкин, Андрей Позняков сегодня, Светлана Ростовцева, Матвей Гонопольский. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. Давайте попробуем события. Вы знаете, рассказывая про события недели, мне кажется, очень важным назвать цифры. Тут много цифр. И они все довольно-таки значимые. 12 лет трагедии в Беслану, захват школы. И мы все помним вот эти безумные количества погибших. Более 300 человек. И, как всегда, по всей России, и в том числе в самом Беслане, проходят траурные акции. Но на этот раз в Беслане, ну, как мне кажется, к традиционной траурной акции подмешалась такая акция с конкретными политическими требованиями. Несколько женщин, матерей Беслана, в том числе женщины, в основном это женщины, у которых погибли в этом теракте близкие, они пришли на траурную акцию в саму эту школу, в то, что от нее осталось. И на них были майки Путин, Палач Беслана. Были и другие участники, были и, скажем так, чиновники, официальные какие-то делегации. Но женщины пришли вот в таких майках. Это был их протест. Они считают, что Путин несет ответственность за то, что произошло. Кто-то говорит о том, что в окна вот этого спортивного зала по окнам велся огонь из огнеметов, из танков, расследование. Стоит на месте 12 лет, нет никаких виновников и так далее. Женщины провели свою акцию, и полиция не была в этом смысле равнодушной. Полицейские местные, северо-ассетинские полицейские не стояли в стороне. Они, женщины этих, сначала пытались как-то прикрыть, чтобы никто не увидел. Потом куда-то их запихнули, затолкали в угол, а потом и задержали. И вот цифры, про которые я вам говорил, они здесь очень важны. 14,5 часов, 5 женщин, 6, прошу прощения, 6 женщин провели в отделении полиции. Пять участниц акции, одна женщина, которая, еще одна родственница, которая с ними была, сопровождала их на выходе. Две, и всех осудили по статье 20.2. Мы знаем, что это статья, которую судят обычно для людей, но это административная статья. По этой статье судят тех, кто выходит на какие-то несанкционированные акции. Так вот, две женщины получили штраф 20 тысяч рублей за проведение собрания, митинга, демонстрации, без согласования. Еще три женщины получили 20 часов обязательных работ по той же статье, и одна участница, нет, одна женщина, которая как раз не принимала участия в акции, получила принудительные работы. Таким образом, была отмечена вот эта вот акция в этом году. 12 лет Беслану, что важно, на что обратили внимание и некоторые СМИ, и блогеры. Владимир Путин и Дмитрий Медведев как-то не очень в этом году решили публично какие-то слова произносить на тему Беслана. На сайте Кремля не было никакого официального сообщения. Дмитрий Медведев вообще предпочел съездить в субботу. Это было проститься с президентом Узбекистана Каримовым, который все-таки скончался, мы об этом еще в течение эфира поговорим. Вот так. Я позволю к этой сухой сводке, очень точной, но очень сухой, добавлю несколько важных деталей, но, конечно, мы все, наверное, ну или большинство помнят и понимают, что такое мать Ребеслана, которая потеряла там своих детей, горе которых невозможно передать. Уже много об этом и говорили, и думали об этом, и каждый год об этом вспоминают. Их судили как действительно последних нарушителей, даже, может быть, как в каком-то смысле уголовников, как каких-то ярых оппозиционеров, в судах над которыми система пытается проявить, показать свою максимальную жестокость. Их держали, ну, во-первых, их задерживали очень жестко, хватали за руки так, что у некоторых женщин руки от локтя до плеча все синие, в синяках, и фотографии этого мы видели, и описание этого мы прекрасно знаем. Их держали в жутких условиях, держали потом в суде до глубокой ночи. Суды закончились в три часа ночи. Глубокой ночи у этих женщин судили, и все это проходило в атмосфере абсолютного неприятия, отрицания. Их осуждали, их обсуждали все, их осуждали судьи, их осуждали полицейские за то, что они сделали. И практически не было слышно вот там вот, в Беслане, практически не было слышно голосов в поддержку. Были голоса в поддержку, за это в рамках человека выступал, говорил, не надо их наказывать, это же матери Беслана. Какие-то правозащитники, журналисты, которые с ними были, которые кричали о том, что происходит. И все. И, конечно, никакой реакции из Кремля на то, что произошло. Несмотря на то, что фамилия Путин, мне кажется, знал, не знал, но должен был знать. Фамилия Путина фигурировала в самом громком скандале этих дней. Но, тем не менее, никакой реакции не последовало. Несмотря на то, что президентский совет выступал на эту тему. Никакой реакции президента не последовало. У меня предложение. Давайте мы зададим вопрос, а после этого чуть-чуть обсудим. Знаете, вот бывают такие... Ну, давай задай вопрос, и после этого пару слов скажем. Как раз про реакцию Кремля, но не на саму годовщину, а на то, что происходило с этими женщинами, участницами и неучастницами акции? Почему Кремль не отреагировал на преследование матерей Беслана? Потому что в Кремле ничего не знают, не знали происходящим тогда номер 660-06-64 или второй вариант, в Кремле посчитали, что все правильно. Правильно их задержали, правильно судили. 660-06-65. Голосование пошло. Почему Кремль не отреагировал на преследование матерей Беслана? Первый вариант, там ничего не знали тогда номер 660-06-64 или второй вариант, там посчитали, что все правильно, само преследование правильно. 660-06-65. Обещанное обсуждение, пожалуйста. Не, ну, вот, знаешь, бывают какие-то темы, на которые вообще как-то сложно говорить. Не потому что, вернее, как, ну, позиция есть, просто слова складываются с труду. Вот есть матери Беслана, вот они потеряли своих детей. Вот на протяжении 12 лет, ну, можно почитать, есть достаточное количество докладов, кроме доклада Торшина, знаменитого, есть достаточное количество докладов, которые показывают, что это дело мутное, и что однозначно судить, кто же убил детей, невозможно. То есть, от чего именно они погибли, вот что стало причиной их смерти. Значит, эти женщины, которые потеряли там своих детей, они же вот так и называются матери Беслана, у них вот сидели они, думали, думали, а потом им не понравился товарищ Путин. Ну, и взяли они на майках, написали, что там Путин, что-то Палач Беслана. Вот Палач Беслана. Вот у них поменялось их убеждение. Ну, 12 лет они изучали это, это же их дети, они читали, понимаете, это же все, они в этом живут все время. Если бы это просто, вот как бы следствие закончено, забудьте, как итальянский фильм назывался. А это ведь трагедия, которая, которую вспоминает государство, когда ему это нужно. Ну, вот до прошлого года и там Путин, Медведев, что-то говорили с точки зрения того, что вот как плохо, когда терроризм, когда вот такое вот происходит, несчастные детки погибли. Вот эти женщины думали, думали и решили, что виновен Путин. Майки сделали. И вот дальше обсуждать нечего, дальше возникает вопрос. Вот можно до этих женщин дотрагиваться или нельзя. Вот это, по-моему, водораздел в обществе. Вот, ну, это как черта какая-то. Вот тот, кто есть люди, вот разделятся. Это не наше голосование, у нас голосование другое. Ну, вот просто кто-то может до этих женщин вообще дотронуться, что они что-то не то сделали, кого-то не того обвинили и так далее. Вот я думаю, что нет. И вот российское общество, оно делится сейчас, как вы знаете, там, не на старых, молодых, мужчин и женщин, блондинов, брюнетов, богатых и бедных. Оно делится, это как с Крымом. Скажи, чей Крым, и я буду знать, как к тебе относиться. Скажи, можно ли дотрагиваться, что бы не делали эти женщины, в рамках разумного, то есть, они же не бомбу пошли взрывать, правильно? Можно ли до них дотрагиваться? Скажи мне, можно ли их судить, можно ли их задерживать, можно ли им давать какие-то обвинительные заключения? То есть, я понимаю, что их судили по закону, по российскому великолепному, чудесному закону. Вот они нарушили пункт такой-то, статьи такой-то, вот что-то там еще, ну, еще смягчающие обстоятельства, у них погибли дети, поэтому по 20 часов работ. Или по 20 тысяч? Ну, по 20 тысяч. Не, там и часы, и тысячи, да. Я же говорю, там еще им общественные работы, они должны, сменив майку, пойти, например, подметать улицы, ну, какие-то общественные работы. вот и все. Вот общество наше делится сейчас, как в вопросе с Крымом. К ним, первый вариант, к ним можно дотрагиваться и можно их судить. Второй вариант, нет, нельзя, невозможно, потому что это капец, это конец общества. Вот и все. Вот тут просто закончу мой небольшой спич, у меня здесь открыты цитаты Довлатова. Вот, пожалуйста, ужасней смерти, трусость, мадушие и неминуемо вслед за этим рабство. Вы скажете, а при чем тут это? А при том, что их же судила местный судья. Да, да, да. Ну, местная полиция их задерживала. Полиция их задерживала не Путин с Медведевым, а местная полиция, которые им объясняли, что они неправы. Вот и все. А на следующий день местные молодые люди их оттесняли, их же, этих же самых матерей в очередной памятной акции. Акции несколько дней идут. И... Еще раз повторяю, их дети погибли. А Довлатов написал так. Ужасней смерти, трусость, малодушие и неминуемое вслед за этим рабство. Вот и все. Прекрасно им сказано. Какие результаты голосовали? 5% считают, что Кремль на преследование материи Беславной не отреагировала, потому что просто не заметил эту новость, ничего не знал о том, что происходит. Но большинство, 95% думает, что Кремль просто посчитал, что все правильно. Правильно задержали, правильно осудили. И, в общем, поработает система, законы правильные. Да. Ну, да. Ну, вот, пусть Венедиктов не обижается, что у нас 95 на 5. Потому что мы уж думали, думали, какой вопрос задать. Но вот еще раз, ребята, это такая тема, эти матери Беслана, это такая тема, что тут вопрос не придумаешь. Можем дальше идти? Я, да, вот только хотел сказать, комментирую голосование. Опять же, я в последнее время очень часто здесь, в эфире, говорю, что мне хочется верить в лучшее. Вот вариант первый, про то, что в Кремле просто не заметили, не узнали, почему-то, не знаю, Песков и там огромный штат в администрации президента, просто никто не открывал компьютер, никто не видел, что вот это вот произошло. Вот это был бы лучший вариант, когда мы просто не заметили, почему-то, по той или иной причине, но... К сожалению, это красивые сказки, потому что у них там достаточное количество людей в администрации президента, которые знают, что, например, сегодня день рождения президента замбу Будубу господина Шер Будубу. И ему идет персональное поздравление. Поэтому уж про матерей Беслана и про бесланскую трагедию они это знают. Давайте только еще не забудем, что преследование матерей Беслана сопровождалось еще и преследованием журналистов из портала Такие дела и Новые газеты тоже. Вот сколько длились акции, столько длились и различные какие-то проблемы у тех, кто поехал освещать эти мероприятия. Сначала тоже были задержания и отсидки в отделении, потом были уже нападения, обливания с зеленкой и так далее. В общем, все как-то на этот раз получилось хуже, хуже, чем обычно. Поехали дальше. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе. В рубрику не в фокусе мы решили вынести историю со школой номер 57. Кто-то слышал, наверное, есть те, кто не слышали. Один из учителей этой школы обвиняется в педофилии, в том, что он совращал, ну, как минимум, имел интимные отношения с ученицами, со старшеклассницами. Речь идет совсем не об ординарной школе, не о какой-то там общеобразовательной школе, одной из многих тысяч в России. Речь идет об одной из лучших, кто-то говорит вообще о лучшей школе в Москве и в стране, о школе показательной, о школе, которая была легендарной еще когда я учился. Речь идет об учителях высшего класса, учитель, которого обвиняют в педофилии, один из лучших преподавателей истории, его выпускники, его учащиеся, они прекрасно должны знать историю и показывали прекрасные результаты на экзаменах всегда. И эти самые люди оказались в центре скандала. И многое было уже написано и сказано за это время, и я хочу обратить внимание на записи, их несколько таких записей было, где идет речь о том, что, в принципе, и выпускники, и администрация школы знали о наличии такой проблемы, о таких подозрениях, о таких обвинениях уже несколько лет. И говорят о том, что, ну, конечно, сам учитель уволился, но проблема со всей школой, потому что администрация, она как бы замалчивала, ну, вроде и родители замалчивали, знали, и выпускники говорят, что, в принципе, между собой они знали об этих любовных историях, тут там несколько девушек говорили, что они состояли в таких отношениях, уверяют сейчас в социальных сетях, и все знали, но все молчают, потому что школа такая хорошая, образование такое вы, наверное, нигде не получите в России, и это действительно марка школы 57, это мы все знаем, может быть, кто-то там считает их немножко сектантами, за их любовь к своему учебному заведению, есть там определенные особенности, но тем не менее, и возникла удивительная ситуация, когда, с одной стороны, мы говорим о том, что есть коллектив школы, который знает о весьма скользких, неприятных таких вот мотивах, но при этом следует каким-то внутренним правилам не раздувать скандалы вокруг учителей, не превращать это все в какие-то нравственные чистки рядов, и старается заминать такие проблемы, неприятности. С другой стороны, есть, простите, пожалуйста, педофилия, совращение, может быть, даже, не знаю, совершеннолетних в данном случае, несовершеннолетних, в любом случае, это ЧП, это недопустимая ситуация для школы, как кажется, представляется мне во всяком случае, когда речь идет о интимных отношениях. И правильно ли пытаться замять подобную историю ради того, чтобы сохранить уникальный школьный коллектив? Или, может быть, надо все-таки подумать о детях, будущих детях, которые будут учиться в этой школе, и о детях в других школах, и о других школах, которые будут работать и как-то исходить из некой общепрактики, что нет неприкосновенных в каких-то вопросах, в частности, в таких, и что если произошло такое ЧП и разразился скандал, то должны, грубо говоря, полететь головы. Должно произойти серьезное разбирательство, и администрация должна в том числе принести наказание за то, что знала и молчала. Коллектив знал и молчал. Вопрос, который остается открытым до сих пор, и вопрос, который у нас, конечно, дошел до голосования. Давайте сразу запустим. Давай, давай. Вот как вы считаете в такой ситуации с коллективом школа номер 57, до школы Х, которая оказалась в такой ситуации, как правильно поступить? Надо разогнать этот коллектив, потому что они все знали и молчали об интимных отношениях учителей с учащимися. 660-06-64 номер телефона. Или же сохранить одну из лучших школ Москвы и России. Сохранить это уникальное учреждение образовательное. УЖК. Только не УЖК, не уникальный журналистский коллектив. УПК. УПК. Это не уголовно-процессуальный кодекс. Уголовный. Уникальный преподавательский коллектив. УПС. Уникальный ПЕД-состав. ПЕД-состав. 660-06-65. Итак, если надо разогнать коллектив учителей и администраторов школьных, которые знали об интимных отношениях учащихся с учителями 660-06-64. Если нужно ну, в каком-то смысле не знаю, закрыть, на это глаза не закрыть, но в любом случае сохранить, сделать все, чтобы сохранить уникальный преподавательский коллектив 660-06-65. Вот у меня две цитаты, у меня же цитатник открыт довлатовский. Мещане это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо. Это вообще про эту школу. То есть молчали, им было хорошо. А вот вторая интересная история, и тут у меня рождается вопрос. Смотрите, кающийся грешник хотя бы на словах разделяет добро и зло. Вот у меня вопрос. А сейчас, когда там они дают какие-то интервью, или они все молчат, эти учителя, они как говорят, что они осуждали или не осуждали, или что, или как? Вот как это? Они говорят, что школа оказалась в серьезном кризисе, что в этом надо разбираться. У них есть внутренний раскол. У них несколько учителей заявили о намерении покинуть школу и написали заявление об уходе. Заявления еще не подписаны, потому что они требовали от директора начать разбирательство максимально широкое, создать ПЕД-совет. А до этого они знали, до того, как это стало известно? Они говорят, что знали, что слышали, что были такие подозрения. Есть там обвинения, там самого разного уровня обвинения есть. Есть такие рассуждения, что на самом деле все прекрасно знали, кто с кем спит и кто в каких отношениях находится. В любом случае есть вопрос, с которым нужно разобраться, и что-то должно за этим последовать. говорят, директор знал, кто-то там может быть скажет, что не знал, кто-то говорит, что это такая акция по уничтожению школы, и до такого тоже доходит. Караинами остаются, конечно же, учащиеся, ученики этой школы, которые теряют своих педагогов, которых они очень любят, там очень сильно привязаны к учителям, ну, удивительно было бы, если бы к таким учителям не привязывались. И, конечно, там и протестуют, и волнуются, и ругают всех, все стороны конфликта, ругают, вот если почитать Facebook Пархоменко, вы увидите, что дети ругают всех. Ну, хорошо, давайте сейчас сделаем паузу, послушаем новости и рекламу, а потом вернемся и подведем голосование, результаты, может быть, скажем пару слов еще по этому поводу. Нарышкин, Позняков, Ростовцево, Матвей Гонопольский. Продолжаем, сразу переходим к этой теме. Ну, что у нас думает наша аудитория по этому поводу? Да, у нас практически 50 на 50. 58% считают, что все-таки коллектив школы в такой ситуации надо разогнать, если действительно они знали и молчали о том, что происходит, даже несмотря на то, что это такой хороший коллектив. 42% считают, что нужно оставить школу в покое и сохранить одно из лучших учебных заведений в России, ну, просто потому, что они такие хорошие. Знаете, тут в Украине был такой случай в одном, ну, это и российские СМИ тоже рассказывали об этом, и, собственно, в России так тоже делают. В одном из отделений милиции неоправданно схватили человека, молодого парня, и, несмотря на крики его матери, в общем, его мучили, мучили, а потом взяли из травматического оружия и его убили. Так вот, разогнали всех. Разогнали само это отделение, разогнали само это отделение полиции, полностью сменили начальство. Понимаете, потому что, ну, вот как-то, как-то вот по вот этому вот, то, что убили, и определяется качество работы этого отделения милиции. Вот мне, с одной стороны, хочется, чтобы эта образцово-показательная школа, которая несет, и вот тут я вопросительный знак делаю, Познякова, а что же она сейчас несет, эта школа? То есть, раньше она несла знания, но знания с привкусом того, что там была педофилия, и это тоже все знали. А вот теперь, как бы, вот теперь как? Теперь как будет? Несет ли она светлое, добровечное в советском понимании? Нет, конечно, она никогда не несла светлое, добровечное в советском понимании. Она учила детей, людей мыслить, думать, и обсуждались. Кстати, там самые разные вопросы, и сейчас в вину директору школы нынешнему ставят его интервью, какой-то там многолетней давности, которым он где-то упомянул, что во время уроков анатомии ему задают вопрос, с какого возраста можно начинать половую жизнь, и он отвечает на этот вопрос, с того возраста, когда вы готовы отвечать за последствия. Это позиция или политика или идеология школы, как-то он так говорит. Ну, вот, да, там учат тому, что есть разные точки зрения, есть ответственность за свои поступки. Это, в принципе, вопрос, мне кажется, прежде всего к родителям. Не, я чуть-чуть о другом. Вот подожди, давай, вот и на этом закончим, потому что мне все-таки непонятно. Вот еще раз, вот, ничего не изменится, поскольку очень хорошая школа, и все там будут продолжать учиться, и учителя будут реально все там, вот те, которые знали и которые не говорили. Они будут заходить, и это будут какие-то образцовые классы, и все в эту школу будут стараться попасть, и при этом все будут знать, что это были те учителя, которые не говорили. они не то, чтобы покрывали, да, ну, просто они не сообщали. Как-то не раздували. Не тиражировали. Не выясни, не уточняли. Слушайте, а может быть решение... Ну, то есть, так можно, да? То есть, можно, я думаю, сейчас же, по-моему, уже то ли проверка идет, то ли уголовное дело даже есть. Хотя, по-моему, заявлений ни от кого нет, от пострадавших. Проверка, да-да-да, было сообщение, что следствие начинает проверку по вот этой вот всей истории, изучает публикации. Тут можно было бы, конечно, сказать, что вот суд должен разобраться в этой ситуации, и найти виновных, и потом, может быть, какие-то вот будут решения со стороны департамента образования или министерства образования. Но, возможно, здесь хорошее решение только одно. Какой бы замечательной ни была эта школа, какой бы там уровень ни было преподавателей, ее, наверное, вот сейчас чуть-чуть эта ситуация отстоится, будут приняты какие-то решения процессуальные в отношении тех людей, которые замешаны в этой истории. и я думаю, школу надо закрывать. Вспомните историю с отделом полиции дальней в Казани, где насиловали задержанных, и потом они умирали. Но это же не изнасилование. Но это не изнасилование, это история та же, потому что это тот же шлейф. Невозможно оставлять вот так вот отдел полиции дальний, про который все знают. Ага, в отделе полиции дальний тебе вставляют в задний проход бутылку шампанского. По какому бы вопросу ты туда не приходил, по какому бы вопросу ты туда не обращался, ты приходишь и садишься в тот кабинет, где человека убили. То же самое. Никак после всего этого скандала можно приводить своего ребенка в первый класс, зная, что в пятом классе он попадет к людям, которые, зная, что у них возможно был среди них педофил, они ничего не говорили. Как это можно делать? Все. Репутация школы на нуле. Было, не было, неважно. Они не могут дальше работать. Пожалуйста, не знаю, если угодно следствовать, допросите этих людей, потаскайте их по судам, что угодно с ними сделайте. Но по мне так лучше вот их действительно расформировать. Пусть они разойдутся со своими знаниями, со своими компетенциями по другим учебным учреждениям. Вот эта школа номер 57, пусть ее не будет. Пусть будет название. Знаете, как у нас образовательное учреждение называют? Гармония, какое-нибудь там солнышко или что-нибудь такое. Пожалуйста, прикрепите руок. Пусть этот номер не будет. То же самое. Отдел полиции дальний. Само же отделение сохранилось, просто оно не носится это название. Все. Нет проблем. То вы видите, что в прежнем составе в школу номер 57 и по-прежнему будут ломиться люди в большом количестве. Будет фантастический конкурс, будет очень строгий, жесткий, сложный отбор, потому что люди все равно захотят туда прийти. Потому что как только ты им будешь рассказывать о том, что педофилия или не педофилия, тебе будут спрашивать, 16 лет им исполнилось, если исполнилось, значит уже не педофилия и будут ссылаться на букву закона. Как у нас сейчас ссылаются слушатели в смсках. Хотя, слушайте, вопрос идет об отношениях между учителями и учеником есть какие-то табу все-таки. А с другой стороны будут говорить о том, что сами девочки же наверняка, если это действительно было, сами девочки наверняка хотели этого, там были влюблены. Но с кем не бывает. Все-таки любовь, романтика, отношения. Чертова знает, что там происходит. И ради, из-за одной такой вот проблемы, серьезной проблемы, лишать своего ребенка шанса на лучшее будущее, ну, конечно, многие родители зададут себе этот вопрос. Но я думаю, что многие ответят на этот вопрос в пользу 57-й школы, если у них будет возможность туда отдать ребенка. А еще, если я ставлю на место родителю, у которого, например, ребенок учится в этой школе, может быть, в каких-то уже последних классах ребенок учился хорошо. И я, например, доподлинно знаю, что никаких, там, даже косых взглядов со стороны какого-то учителя не было. Я просто думаю, вот я сейчас оказался в этой ситуации. У меня ребенок учится, и что мне делать? Мое желание было бы, наверное, одно, чтобы все просто запкнулись, чтобы все забыли про эту школу. Дайте доучиться детям. Вот дети, которые сейчас, не знаю, любой класс, прямо с 1 по 11, детям как дальше учиться в этой школе, про которую все знают, что там был или не был педофил. Вот как? Они пишут у себя в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке. Я учусь в 57-й школе. Ага, если ты там учишься до сих пор, то, значит, учитель такой-то, да, в одно место. Как учиться? Вот что делать? Вот во время нашего разговора как изменилось голосование? Давайте посмотрим. А никак не изменилось, потому что мы его останавливали тогда уже. 50 на 50. Ну, 50 на 50 было, да. Хорошо. Пусть это будет с поводом... Что? 57 на 43. 57? В какую сторону? 57 в сторону надо разогнать. 43 в сторону надо сохранить. Ну, хотя бы так. Знаете, как говорят, нужен один праведник хотя бы. Так, Матвей Ильич, еще раз, ваше предложение закрыть, разогнать что? Я не знаю. Я думаю... Я вам два варианта предложил. Закрыть или разогнать. Выбирать. Да, закрыть или разогнать. Да, убить или расстрелять. Там, наверное, там, наверное, должна быть сделана аккуратная санация. Я поясню тебе, в чем проблема, очень коротко. Вот, если там не будет сделана санация, достаточно убедительная для родителей, школьников, то получится, что просто в этой школе убрали того, кто занимался этим делом, но остальные вот как бы остались и и в этой школе сеет доброе и вечное. Вот этот контрапункт, он понимаешь, вот он не сможет школа работать так, как она работала. Потому что эти люди, которые там работают и которые знали, они должны будут все время оправдываться, всю свою жизнь. Ну, их же будут спрашивать, ну, вы же знали, а что вы не сказали? ой, ну, знаете, то есть тут есть какая-то проблема, то есть я болею за эту школу, я хочу, чтобы эта школа нормально воспитывала, как принято говорить, молодое подрастающее поколение, но для того, чтобы это было нормально, там надо вот одних отделить от других как-то. Вот такая вот моя точка зрения. Давайте дальше. не просто расформировать, я против расформирования. Подняли же там скандал некоторые учителя? Подняли. Это гражданская позиция, она ценна. А вот другие, как бы, вот мне кажется, в этом деле надо разобраться. Поехали дальше. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Героем недели, я уже не знаю, со знаком плюс, со знаком минус, в общем, героем недели мы решили сделать видеоблогер, имя которого я узнал на этой неделе, очень многие узнали на этой неделе, Руслан Соколовский. Он известен видеозаписями, достаточно популярными в Ютубе, в социальных сетях, с критикой церкви, с бранной лексикой в адрес священнослужителей, в адрес неистово верующих, истово верующих. И был такой эпизод. Он как-то увидел на Россия 24 репортаж о том, что за игру в Покемон Го в церкви могут завести уголовное дело за оскорбление чувств верующих и реально посадить на срок до трех лет. И он выступил с таким вопросом. Ну, кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном в церкви? Какого за это могут посадить? Для меня это реально странно, говорит Руслан. И тут же он говорит, что давайте попробуем. И он приходит со смартфоном, ловит Покемона в церкви, делает видео. И это привлекает внимание журналистов портала Урару, один из которых пишет некое сообщение, как он уверяет, теперь это был недонос, в полицию и просит дать оценку тем видеозаписям, которые опубликованы у блогера. Оканчивается все тем, что блогера сначала задерживают, а потом и арестовывают. Уголовное дело заведено по двум статьям. Разжигание ненависти о публичных действиях, которые выражают неуважение к обществу и совершены с целью оскорбления религиозных чувств. До трех и до двух лет лишения свободы. Непосредственно вот эта история с ловли покемонов это лишь, скажем так, маленький эпизод, по-моему, три преступных эпизода всего вменяет этому человеку. Просто это вот тоже надо обращаться в внимание, что не просто ловец покемонов. Ну, вот, при том, что я считаю, что абсолютно дебилизм происходит в Екатеринбурге с этим процессом, все-таки надо понимать, что Руслан Соколовский, он сильно критикует РПЦ. Он долго критикует РПЦ. Я посмотрел специальные его ролики. Он жестко критикует РПЦ. Вот есть Невзоров, который тонко, иронично критикует РПЦ. Вы можете включить в среду, дневной разворот, слушать вот эти вот его стебы про поповедение и так далее. Это смешно, это иронично. У Соколовского получается так вот жестко, грубо, сматно. Но он называет церковь верующих последними словами. И мне это абсолютно не смешно. Мне это не созвучно. Я могу по-разному относиться к церкви. Кто угодно может относиться по-разному к церкви. Вот это не мой формат. То, как он говорит, то, что он произносит, это неправильно. Он просто говорит про Бога определенные слова. Он говорит, что православные не должны размножаться. Ну, мне это неприятно. Я это просто не смотрю. Тут проблема в том, что... Нет, ну, заметьте, одну сиконочку. Заметьте, что Соколовского за это никто не задерживал, за то, что он писал в своем блоге. И никто не предъявлял ему никаких претензий и обвинений. Ну, последней каплей стал покемон. Ну, последней каплей стала эта покемонная история. А вот этот чудесный журналист, который Донос написал, он как себя чувствует? Хорошо? А он говорит, что хорошо себя чувствует, что не считает себя ни в чем виноватым. Но сейчас, глядя на последствия, он, наверное, не стал бы писать тот абзац с просьбой дать правовую оценку действиям. Но вообще, по его мнению, журналист имеет право обратиться с вопросом к компетентным органам, как они расценивают, что происходит. Это нормально? Это работа журналиста. Такая считает он. Да, хорошо. Ну вот, давайте зададим вопрос. Ну, только по поводу Соколовского. Да, конечно. Надо ли защищать блогера Соколовского? Да, он имеет право ловить покемонов и критиковать церковь. 660-06-64. Нет, не надо его защищать, потому что он оскорбляет чувства верующих. 660-06-65. Голосование. Процесс пошел. Еще раз вопрос. Надо ли защищать блогера Руслана Соколовского? Того самого. Да, потому что он имеет право ловить покемонов в церкви и критиковать эту церковь. 660-06-64. Нет, не надо его защищать, потому что он оскорбляет чувства верующих. У нас есть Евгений Киселев сегодня. Предлагаю его послушать, а вы пока слушаете, вы голосуйте. Номера, я думаю, вы уже запомнили. Это программа Гонобольская и ее рубрика «Возвращение блудного...» Да, Киселева. Евгений Алексеевич сказал, что много историй его на этой неделе возмутили, поэтому вот его небольшой взгляд из Киева. Откровенно говоря, у меня такое ощущение, что у множества людей, живущих в России, то ли, как говорится, совсем глаз замылился, то ли чувства окончательно притупились. Так вяло они порой реагируют на форменный беспредел, творящийся в российской юстиции едва ли не каждый день. А я вот из моего киевского далека гляжу на происходящее и слов не нахожу. Подлость, гадость, мерзость, идиотизм, надругательство над здравым смыслом, глумление над элементарными представлениями о добре и зле. Ну как можно было арестовать на два месяца юношу, который ловил покемона в церкви? Я имею в виду историю с юношей из Екатеринбурга студентом-правоведом и популярным видеоблогером Русланом Соколовским, которого арестовали и посадили за решетку по подозрению в экстремизме и нарушении чувств верующих. На видео, которое он выложил в интернете, видно, что он просто ходит по храму, уткнувшись в смартфон, и никто там на него особого внимания даже не обращает. Впрочем, понятно, за что его посадили. Вот именно за это, за видеоблог. У него там 270 тысяч подписчиков. Руслан не скрывает, что он атеист, критикует церковь и протестует против усиления клерикализма в российской политической и общественной жизни. Это противозаконно? Мне вообще-то всегда казалось, что Конституция России гарантирует гражданам право не только на свободу вероисповедания, но и право не исповедовать никакой религии, право на свободу совести, в том числе право, вкупе с правом на свободу слова, быть открытым атеистом и публично отстаивать атеистические убеждения. Разве нет? Идем дальше. Как может у нормального человека подняться рука на писланских матерей? Задержать их? Доставить в суд? Приговорить к штрафам, к общественным работам? Какие бы лозунги они не писали у себя на футболках в день поминовения своих сыновей и дочерей, погибших при штурме школы? Каким моральным уродом нужно быть? Им что, надо было писать «Спасибо, Владимир Владимирович, за счастливое детство наших мальчиков и девочек?» Или «Да здравствует Путин спаситель Беслана!» И как может уполномоченный по правам человека, женщина в конце концов, пусть и генерал милиции, рассуждать о том, что поступок бесланских матерей оказывается неправильной с точки зрения морали и нравственности, и укорять их за недозволенные действия в отношении главы государства? Так что же получается? Критика в отношении президента Путина у нас не дозволена? Это как? Запрещена законом? Ау, товарищ генерал Москалькова, вы это серьезно? И еще один эпизод из будней российского с позволения сказать правосудия, который произвел на меня тяжкое впечатление. На этой неделе Верховный суд России, заметьте, не районный суд Екатеринбурга или районный суд Беслана, а высшая судебная инстанция страны принял беспрецедентное решение, отклонил апелляцию Дениса Лузгина из Перми, скромного пользователя сети ВКонтакте, которого приговорили к нешуточному штрафу в 200 тысяч рублей, признав виновным ни много, ни мало в оправдании нацизма. Спрашивается, за что? Да за то, что он на своей странице процитировал статью, в которой говорилось, что в 1939 году коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну. Вы что, об этом впервые слышите? Тут уже слов нет, напрашиваются только непечатные выражения. Это называется «приехали». Начинается пересмотр правды об истории страны, правды с таким трудом отвоеванные в годы перестройки и ельцинских реформ. Правды написаны уже в школьных учебниках, в энциклопедиях для детей. Пересмотр в судебном порядке. И это, боюсь, ребята, только начало. Дальше будет хуже, поверьте. Со стороны, как говорится, видней. Это Евгений Киселев в программе «Итоги недели без Евгения Киселева». Мне больше всего понравилось то, что он сказал в начале про замыленный взгляд наш. А итоги голосования по этой теме из Екатеринбурга 77% слушателей считают, что блогер Руслан Соколовский, тот самый ловец покемонов, он нуждается в защите, потому что он может и ловить покемонов, и критиковать церковь. Но, вот, кстати, 23% видимо оскорбленных верующих нашлись, потому что 23% слушателей говорят, не надо его защищать, потому что он оскорбил чувства тех самых верующих. Ну, а может быть, это неверующее, например, ты удивишься, но я придерживаюсь, я вот уверен, что скоро из него будут делать правозащитника, и будут петиции. Мадонна, Мадонна поддерживает. Да, Мадонна, я хочу сказать, вот мы с вами обсуждали до начала передачи, и я спрашивал, уточнял, он знал, что будет? Это как Павленский, вот, он понимал, это у него такая, знаете, мы вот когда говорим о Павленском, вот послушай меня, давай уже не брать другую тему, давай еще тут договорим, потому что это важно. Полтора минуты. Значит, многие, кто пишет о Павленском, да, вы помните, тот, который рот себе зашивает, который там поджигает двери КГБ и так далее, многие справедливо утверждают, что это для него все в совокупности перформанс, и его сидение, это такая, то есть, для нас это может быть странно, когда ты на суде, но для него вот этот суд, это часть его перформанса, это странная точка зрения, но вот так говорят про Павленского. Значит, тут, если мы говорим о Соколовском, которого я не знаю, к которому отношусь с уважением, но, если это для него перформанс, как для Павленского, то тогда нет смысла его защищать, потому что это его такое художественное творчество. Вот он, это кайф для него, вот сначала он ругал церковь, теперь зашел, его арестовали, и так далее. Смотрите, если, подожди, если это для него не перформанс для Павленского, то тогда я задаю вопрос. Он решил испытать на крепость, вот как пошел в городе. испытать эту систему на крепость. Конечно, вся эта история, независимо от приговора, она добавит ему популярности, но после того, как уже стали известны вот эти истории с преследованием, со всякими претензиями, угрозой от местной полиции, что его задержат, я видел ролик, в котором он долго объяснял, что он никого не хотел обижать, и это он все просто испытывал. Он не ожидал такой реакции. Речь не о нем. Это не его глобальный план сеть на 2-3 года. Его, может быть, надо было защитить не ради него самого, а защитить ради того, чтобы в будущем это не считалось нормальным. Время. Все. Закончили. Нарышкин, Позняков, Гонопольский, Светлана, Ростовцева. Да. Я подтвержу то, что сказал Киселев. Дальше будет только хуже. До свидания.